Ранее я говорил, что когда в мою программу приходят люди, я обещаю им, что они удвоят свой доход и количество свободного времени в течение одного года. Обычно после этого они удваивают доход за 30 дней. Есть несколько техник, которым я учу их в первый день моей годичной программы. Они приходят в мой офис на весь день, раз в 90 дней, 4 раза в год, а затем уходят, и у них есть 90 дней, чтобы практиковаться в том, что они узнали. И вот одна из вещей, которым я их учу, чтобы гарантировать, что они не потребуют вернуть деньги, потому что я даю гарантии. Если вы не удвоите свое свободное время и свой доход за 12 месяцев, я верну вам ваши деньги без вычета налогов. А налогов я плачу много. И меня еще ни разу не просили вернуть деньги. Итак, я показываю им то, что называю методом 10 целей. В самом начале курса я даю им школьные тетради на спиралях. Такими вы пользовались для заметок в школе. И я прошу их записать 10 целей, которых им хотелось бы достичь в следующем году. И говорю, теперь эта общая тетрадь станет вашим лучшим другом, потому что каждое утро, проснувшись, вы будете брать ее, переворачивать страницу с предыдущими записями, так, чтобы вы их не видели, и снова записывать ваши 10 целей. Когда вы это сделаете, то обнаружите, что ваши цели изменились, поменяются слова, которые вы для них используете, порядок расположения. Но вы не будете смотреть на предыдущие цели, вы просто начнете сначала, каждый день с новой страницы. Если вы будете делать это каждый день, на протяжении месяца, ваша жизнь изменится навсегда. Потому что каждый раз, записывая цель, вы фактически пересылаете эту цель в свое подсознание. Она все глубже и глубже прописывается у вас в подсознании. Поэтому, заново записывая ваши цели каждый день, вы все глубже и глубже загоняете их себе в подсознание, где они переходят в ваше сверхсознание, которое работает над ними 24 часа в сутки. И те, кто так делает, кто каждый день в течение месяца записывает свои цели, навсегда изменяют свою жизнь. Я разработал рабочую тетрадь для постановки целей. В этой рабочей тетради я объяснил некоторые из этих принципов. Я даю им 31 страницу и говорю, вам нужно записать свои цели, очень четко представив их, и затем записывать их 31 день. Увидите, что будет. Все изумляются, удивляются, не могут поверить в изменения, которые начинаются в жизни, после того, как они записывают 10 своих целей, каждый день месяца. Это все равно, что я повел бы вас в тренажерный зал и сказал, что нужно заниматься каждый день по часу, 31 день. Упражнения для торса, для ног, аэробика, стрейчинг. За 31 день ваше тело полностью изменится. Через 31 день вы станете новым человеком. Вам нужно писать 10 целей на день или... Это не план работ. Это не список для тайм-менеджмента. Это ваши цели. Ваши финансовые цели. Семейные цели. Не ежедневные занятия. Это цели на год. Порой на 5 или 10 лет. Я понял. Они действительно очень важны, эти цели. Тайм-менеджмент – это совсем другая тема. А это 10 ваших больших целей, и вы хотите их достичь. Что интересно, записывая их каждый день, не заглядывая назад, вы их меняете. Цели, которые вы записали в начале месяца, будут забыты, потому что не так уж они и важны. Появятся записи новых целей. Вы можете написать 12 или 15 целей, если хотите. Ваш мозг может работать над 15 целями за раз. Это цели в семье, в бизнесе, в здоровье. Но я советую 10. Чтобы записать эти 10, вам понадобится от 3 до 5 минут. Я ношу с собой свой блокнот и все время пишу 10 целей. И каждое утро, когда встаю, начинаю новый день, я пишу 10 целей. А лист предыдущего дня вы выбрасываете? Нет, это блокнот. Просто переворачиваю страницу. Нужно просто переворачивать. И если вы это делаете весь месяц, ваша жизнь изменится. Вы можете отлистать назад и перечитать цели, но не копируйте их изо дня в день. Переверните страницу и пишите цели по памяти. В этом ключ. И это самое главное. По памяти? Да. Или просто спросив себя, чего я хочу? Конечно. Очень скоро вы узнаете, что начали писать те же цели. Цели, финансовые, цели в заработке, цели здоровья, бизнеса, путешествий. Вы много лет это делаете, я прав? Я делаю так уже почти 30 лет. Я научился этой технике. Всего, что я когда-то писал, я достиг. И вот что поразительно. Если вы ставите перед собой большую цель, вы очень долго не видите прогресса. Но это проверка. Проверка того, насколько сильно вы хотите добиться цели. Если вы очень сильно хотите ее достичь, продолжайте ее писать, продолжайте записывать, даже если не видите прогресса. Есть история о китайском бамбуке. Вы слышали историю о китайском бамбуке? Нет. Они посадили семена бамбука и поливали их. Поливали семена 5 лет. И ничего не увидели. Ничего не выросло. А потом, за 90 дней, бамбук вымахал на 30 или 40 метров. Невероятно. То же и с целями. Вы записываете их, думаете о них, и не видите никакого прогресса. Но вам нужно просто продолжать их писать. А затем, внезапно, все происходит с невиданной скоростью. Вы достигаете целей. Взгляните на Стива Джобса. Стива Джобса вышвырнули из Эппл. И он вернулся туда, когда Эппл была на грани банкротства. Его позвали назад в 97-м. И сказали, «Ладно, вот тебе компания, делай, что хочешь». Большинство людей думало, что компании конец. Но это был его шанс. В прошлом он выучил великое множество уроков и совершил много-много ошибок. И теперь он был готов. Он пришел и основал компанию со 104 продуктами. Это убивало компанию попытки произвести 104 товара для 104 разных потребительских рынков. И он сказал, «В течение года мы сократим ассортимент до трех, возможно, четырех товаров. Мы избавимся от сотни товаров». Все сказали, что это безумие. Он ответил, «А потом мы разработаем новые товары, которые понравятся людям». И он начал работу над айпадом. Через три с половиной года он сократил сотню продуктов и выдал айпад. И продали 50 миллионов. И изменили мир. Почти обанкротили корпорацию Sony CEO Walkman. Уничтожили почти все производства маленьких плееров. Убили всех, потому что они изменили игру. Затем с айфоном они снова изменили весь бизнес телефонов. Nokia владела 50% рынка. BlackBerry владела 30% рынка. Пять лет спустя Nokia и BlackBerry остались с 5% рынка на каждую компанию. И теряют позиции. Очень близки к банкротству. Он полностью изменил правила игры. Вышел из своей зоны комфорта. Так что постановка целей и записывание их каждый день – это первое, что нам нужно сделать. Пока это не станет автоматически и легко. Без этого вам будет некомфортно. Это как чистить зубы? Как чистить зубы. Вам некомфортно, если вы этого не сделаете. Теперь вторая часть. Вы можете рассказать, как именно вы это делаете. Просыпаетесь, идете в душ, затем пишете цели? Или сначала пишете цели? Мой ритуал таков – подниматься, делать упражнения полчаса-час каждое утро. Иногда это йога, иногда плавание, велосипед. Но я делаю 30-60 минут упражнений каждый день. Затем я читаю что-нибудь для души. И потом, начиная работу в тот день, я пишу 10 целей. Это всегда. Вначале физические упражнения, потом упражнения для души, затем я пишу цели и план на день. Цели, затем планирование. Да. Определите цели, запишите их, отложите в сторону и затем… Понимаете, это очень похоже на программу управляемой ракеты. Вы на день вкладываете в себя программу. Программируете себя на день, записывая свои цели каждое утро, перед началом дня. И весь день видите идеи и возможности для достижения ваших целей. Весь день вы будете креативнее и умнее. Весь день закон притяжения будет работать на вас. Это потрясающая вещь. И все, кого я когда-либо учил этому, возвращаются и говорят, это удивительно. Я был очень скептично настроен, как русские, которые часто скептичны. Они говорят, я не могу в это поверить. То, что такая простая вещь может быть такой мощной. Ежедневная запись целей. Такова первая привычка. Как только вы продержите с ней месяц, она с вами на всю жизнь. У меня и сейчас блокноты на спирали. Их у меня 200 или 300 страниц. Я записываю цели каждый день. Годы блокнотов на спирали. Я никогда не возвращаюсь к ним и не читаю их. Потому что у меня нет на это времени. Но каждая цель, которую я писал, стала реальностью. Иногда быстрее, иногда медленнее. Скажите, а вы каждый день устанавливаете крайний срок? Да. Я достиг цели к этому дню. И я достигаю цели к этому дню. Да. И вы записываете их в настоящем времени? Да, в настоящем. Так, словно, это уже факт. Потому что ваше подсознание подобно как особый компьютер, который работает только со специальным языком. И этот язык – настоящее время, с датой. И вы пишете, я достиг этой цели. Я покупаю эту вещь. В настоящем времени, начиная с «я». Я уже достиг этой цели, как в прошедшем? Да. Я зарабатываю эту сумму денег. Я вожу эту машину. Я владею сетью этой стоимости. Я владею или живу в таком-то доме. Все, чего вы хотите. И не беспокойтесь о том, как это произойдет. Просто запишите и представляете себе, чего вам хочется. А самая долгосрочная цель, которую вы ставили и достигли? Два или три года? Я делаю это ежедневно. Я работаю над очень большими финансовыми целями. И движусь к ним все ближе и ближе. Так что иногда мои цели десятилетние. Или на пять лет, на семь лет. Иногда я ставлю цель на два года. И не достигаю. Тогда я говорю, еще год. Может, я достигну, так что я пишу еще год. И буду писать, пока не добьюсь цели. И это испытание. Насколько сильно вам нужна эта цель? Вы поймете, есть ли у вас настойчивость продолжать записывать вашу цель. Продолжайте ее записывать. Это испытание. Что она действительно вам нужна? Совершенно верно. Да. Все это законы, о которых мы говорили. Каждый раз, когда вы записываете свою цель, вы приводите в действие все законы Вселенной, чтобы они помогли вам. И эти законы окружают людей. Но ни один из них не работает до тех пор, пока у вас нет записанной цели. Даже если вы записали один раз, это поможет. Но если записываете их каждый день, то этим самым умножаете эту силу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!